В Белогорском районе дорожают дрова. Причина – запрет на санитарную вырубку леса и продажу древесины. Люди буквально обрывают горячую линию правительства с просьбами о помощи. Из-за дефицита древесины в селах активно зарабатывают перекупщики. Сколько стоит подготовиться к зиме и как решать эту проблему, выясняли наши журналисты. Каждое лето для Любви Никифоровны проходит в условиях жесткой экономии. Практически всю пенсию жительница села Ароматного тратит на заготовку угля и дров к зиме. И с каждым годом тарифы растут. Незамерзнуть зимой можно, встав на очередь в госком лесе, единственным законном поставщике. Или купив дрова участников. Втридорога. Пенсионерка выбрала первый вариант. Благодаря льготам в списке стоит одно из первых. Обрадовались мы и не надеялись, что так быстро. Мы на сентябрь месяц где-то рассчитывали. А они сразу привезли. Хорошо. Но не всем жителям Белогорского района так повезло. Стоимость машины дров с доставкой обходится в 9 тысяч рублей. С самовывозом 7,5 тысяч. Люди готовы даже переплачивать спекулянтам, отдавая от 15 тысяч. Ведь очередь растянулась на многие месяцы вперед. А некоторым и вовсе в лесхозах дрова не продают. С очереди снимают. Нам нужно еще 30 тысяч кубометров дров. Именно дров. Для обеспечения, по крайней мере, может быть и всех жителей, но навряд ли. Мы считаем, что пока сошлись на этом. С этого года ни один частный предприниматель в лесах Крыма не работает. Все работы выполняет Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству. Лесники сетуют. Браконьера в Белогорском районе стало больше. Еще бы. Древесина здесь на вес золота. На мотоциклах. В мотоцикл грузят, в коляску грузят дрова. Потом привозят их домой. Набирают до топливной нормы. То есть на автомобиль ГАЗ-66 грузят его и уже вывозят для реализации. Конечно, такая деятельность не остается безнаказанной. Всем незаконным лесорубам светит уголовная ответственность. Вплоть до лишения свободы. Возбуждение уголовного дела по причинению ущерба в размере 170 миллионов рублей. Вдумайтесь в эту цифру. По старокрымскому и судакскому лесничеству. Это люди на протяжении последних лет, которые занимались несанкционированной заготовкой дров. То есть деньги не шли государству за то, что пилились леса. А деньги шли в карманы. Вот сейчас этим людям придется за это отвечать. Крымское правительство активно работает, чтобы обеспечить Белогорский район твердым топливом. На сегодняшний момент уже заготовлено 25 тысяч кубометров дров из 30 тысяч необходимых. Окончательно закрыть вопрос планируют до 1 ноября. Анастасия Соленик, Дарья Каширина, Александр Тегнеридно. Время новостей. Белогорский район.